Всем приветик, друзья, с вами, как всегда, Леар. Сегодня мы будем смотреть две игры по ФФА. Одна игра будет каждый сам за себя, другая будет с союзниками. Здесь я играю за сестёр битвы, за порченных сестёр битвы, которые поклялись служить в фланеш. Мои противники это Эльдары, комиссар НКВД за них играет. Имперская гвардия, за них играет огуречек. Хаос Меликов и Кхарн, играющий за случайную расу. Ему выпали орки. И оказался вот в этой точке. К Харну выпали орки, он оказался в этой точке. Эльдары и Имперская гвардия. Казалось бы, Имперская гвардия, ну, самая лучшая раса. На этой карте. Давайте я выберу сам себя. Орки, в принципе, тоже очень хорошая раса на этой карте, потому что все здания, сами понимаете, у орков стреляют. Особенно если ты оказался где-то вот здесь вот, здесь или вот здесь, то рашить орков очень сложно. Я решил играть по стандартной тактике. Сразу создаешь либо героя, либо отряд боевых сестер, и идешь кого-либо рашить. То есть не надо тут стоять и ждать, как делают многие игроки. То есть они просто течатся и сидят вот в этой точке. Я же быстро побежал вот сюда. Ну, ради разведки. Я вообще не люблю сидеть и ждать. Сейчас давайте на паузу поставим. И я вам кое-что хочу показать. Вот смотрите. Многие игроки, которые оказываются вот в этой точечке, они сразу же бегут захватывать вот эту стратегическую точку, которая по сути принадлежит вот этому игроку. Но, что делает наш гвардеец? Во-первых, он играет за имперскую гвардию, которая может поставить здесь бункер, ну или стационный болтер, то есть турель. И, считайте, все, эта точка принадлежит ему. Но он этого не делает. Он пехотный штаб, тот же самый бункер, ставит возле своего главного здания. Это опять-таки ошибка. И имперскими гвардейцами он бежит сюда. Он бежит захватывать вот эту вот стратегическую точку, которую как бы будут захватывать культисты. Вот этих вот хаоситов. Хм, это очень странно. То есть он решил воевать вот с этим центральным игроком. Эльдар думает то, что, скорее всего, эту точку буду захватывать я. Я вижу то, что здесь находится Орк. Орк для меня пока что не то чтобы сложный противник, но вступать с ними в рукопашный бой я не хочу. Но в то же время я далеко не отступаю. Я буду сражаться с этим Орком. Что здесь происходит? Здесь идет сражение культистов и имперских гвардейцев. Я тут пока что бегаю за Орками. По мне тут немного постреляли бараки. Я понимаю то, что перестреливаться с точками и с бараками пока что не лучшая идея. Я также немного мешаю этому культисту. Но что происходит здесь? У Эльдаров уже огромная армия. Эльдар стоит, ждет. Он думает то, что я могу подбежать в любой момент. Поэтому у него тут сидят рейнджеры. И хоба! Тут подбегает еще и Орк. Тут уже идет какой-то замес. Видите, да? Я тут немного постреливаю одним своим юнитом по этому сторожевому посту, который уже как бы улучшился. Тут идет замес между гвардейцев, Орков, еще и Лорд Хаоса подбегает. То есть сражение сразу между трех игроков. Понятное дело то, что гвардейцы они проигрывают. Орки им сейчас наваляют. Еще и Гречины подбегают невидимые. Раз подбежали Гречины, то это означает, что Орки хорошо играют. Я подбегаю своим героям. Начинаю вот по этим шутобоям стрелять. Ну, по мне, конечно, пост стреляет. Но я отступаю. Тут вот идет сражение какое-то. Но заметьте, имперская гвардия осталась живая. То есть отряд у него все-таки выжил. Что происходит здесь? Здесь уже у него такая мощная армия. У Эльдара рейнджеры, стражи, темные жнецы. Практически полностью вкачанный отряд. Нет только этого Варлока. Эти точки все захвачены. Он даже успел захватить вот эту вот точечку. Есть герой. Но этот герой у него сейчас умудет. Зря он, конечно, сюда побежал. Я же, в принципе, никуда не выхожу. У меня уже есть Селестьянки. Я тут немного постреливаю по Орку. Орку это 100% не нравится. И он решает отступить. Но точка-то эта принадлежит гвардейцу. Эльдары тут немного выжимают гвардейца. Я тут своими отрядами иду в атаку на Орка. Тут вот Орчьи отряды. Греченов убиваю. Гречены там прятались в здании. И отхожу. Потому что тут подходят эти Орки-рубаки. Все, точка была захвачена культистами. Идет перестрелка. У меня тут пока что идут всякие возможные улучшения. На вот эту вот веру. Мне тут пишут. Типа, есть как бы еще и другие игроки. Есть еще и Хаос. Типа, почему ты нападаешь на меня, на Орка? Ведь есть еще и Хаос. Есть еще и Эльдары. Но я специально нападаю на Орка. Потому что понимаю. Вот. Так вот. Потому что эти дерутся между собой. Вот видите, да? Я вижу то, что тут идут какие-то взрывы. И не хочу им мешать. Одновременно нападение тайминговое. Нападение наверх. Видимо, в этот момент на него еще и Хаос нападал. Почему я нападаю на Орка? Я хочу ему немного экономику сломать в данный момент. Почему не нападаю на Эльдара? Я просто жду, что кто-то из этих игроков убьет другого. И потом уже напасть на него. Вот почему. Также в этой игре, в этих двух играх, вот в этой первой и во второй, где я там буду уже с союзником, я покажу, как играть не надо. Какие ошибки можно совершить за эти расы, за Сестер Битвы и за Некронов. Во второй игре я просто буду играть за Некронов. Ну, здесь я, конечно, сам выбрал расу Сестры Битвы. В следующей уже игре мне раса выпала случайно. Ну, здесь я решил пойти посмотреть, что происходит снизу. Чтобы Орк сильно не плакал. Как видите, я тут немного закачал себе пушечки. И решил сломать по ходу дела экономику Хаоситу. Закачал тут себе разные способности. Ха, и тут еще культисты гранатометиками в меня постреливают. Ну, его гранатометы в меня, конечно, много урона не наносят. Я тут отошел в сторону. Культисты подошли вот сюда, поближе ко мне. В это время Орки ходят по своей базе. Тут стоит армия Хаоситов. Врата машин тут построились. Эльдары особо-то не перестреливаются с гвардейцами. Только лишь снайперы стреляют. А я же решил сломать этот алтарь. И вот сейчас эльдары подходят ко мне. Я вижу то, что тут подбегают темные жнецы, подбегают стражники. И ослепляю их. Армия у них, конечно, тут большая, по сравнению с моей. У меня в основном селестьянки. Я вижу, у них очень много пехоты. Они своей армией меня убить могут. Могут. Но эльдар не побежит за мной, потому что здесь есть имперская гвардия. Имперская гвардия, это он еще в первом теле. Эльдар уже давным-давно перешел во второй. Орки пока что... Вот он уже делает здание, где можно делать технику. Хаос тоже стоит на месте. Ну и как бы гвардеец, он сливается. Сливается, потому что у него нет техники. Эльдар, в принципе, он толпой замасил. Тут делается турелька. И вот осквернитель вышел. У меня исповедник появился. Гравитанг-сокол. Ну и считайте все. Тут, кстати, осквернитель все видит. Из-за турельки и из-за вот этого наблюдательного поста. И поэтому он может стрелять. Певец снова начинает слышащий аутарь изготавливать. Я снова сжигаю этот наблюдательный пост. Ломаю экономику. Я, в принципе, делаю правильно, что ломаю экономику хаоситу. Потому что я вижу, что хаосит, он использует гранатометы. Раз у хаосита гранатометы, значит, скорее всего, он делает осквернителей. Значит, у него хорошая экономика. Ну, значит, ее надо ломать. Ну, я думаю, вы понимаете меня, о чем я. Значит, у него будет много осквернителей. Значит, с осквернителями сражаться сложно. Да нет, с ними, в принципе, не сложно сражаться, если использовать БТР-носороги. То есть, просто на носорогах очень близко подъезжаешь к этим осквернителям, высаживаешься селестянками, закидываешь их гранатами. И это очень просто. Но, как я уже сказал, здесь, в этом ролике, то есть в этой игре, я показываю вам, как играть не надо. Я же за селестянок тут играю, и как бы вот эти вот носороги я не использую. Он зачем-то подошел лордом-призраком, наверное, чтобы отпугнуть меня. Лорд-призрак у него тут, конечно, получил очень много урона. Вот, имперский гвардеец. Вот сейчас он левает. Хаосит понимает то, что кто-то левнул. И он, видимо, хочет своих десантников хаоса отвезти назад, а осквернителей вывезти вперед на орка. Сейчас у меня будет такое вот сражение. С лордом-призраком канонисца получит очень много урона. Хорошая способность. И мне, в принципе, надо отступать опять. У Ольдаров, видите, большая такая масса войск. Он намасил очень много... ...всяких там... ...этих стражников... ...жнецов. Я особо много... ...войск не потерял. Но тоже как бы урон-то получил. Он теряет войск больше меня. Тут подъезжает ринка Хаоса на разведку. Сейчас у него войска высадятся. Вот, что я и сказал. Он как бы все свои войска в эту ринку посадил. Причем они как-то очень быстро потеряли мораль. Видите, да? Мораль ноль. Я бы их опять в ринку лучше убрал. Стреляли бы вот эти. Не, это глупо. Перестреливаться с соколами. Глупо. Я вновь наступаю. Когда создал еще один отряд селестянок. У него есть четыре осквернителя. И осквернителями пошел бы просто в атаку на Эльдара. Но он решает этими осквернителями как бы держать оборону от орка. Орк переходит в следующий тир. Видите, у него улучшилось главное здание. Я же просто пошел в атаку. Есть армия селестянок. Считайте, армия непобедима. Да вы вдвоем заебали. Имеет он в виду, что нападаю и я, и хаосит. Но по сути. По сути. Хаосит-то на него и не нападал даже. Он просто приехал на разведку. Его... Так, меня со старта ебашили хаосы, селестянки и ничего. Хаосит-то на него даже не нападал. Он просто приехал на разведку, посмотрел как там дела и все. Сразу же уехал. Да, вот он ничего не делал, говорит хаосит. Он бы нападал на него, если бы сразу четыре вот этих вот осквернителя шли. И все. Смотрите, я, по сути, хожу просто пешком. А мог бы делать не экзорцистов, а тоже ринки создавать. Точно так же, как это делает сейчас хаосит. Вот он тут пошел этими культистами на разведочку. Они ему, видимо, уже не нужны. Он лимит освобождает. От них. Я тут пока что захватываю точки во имя Сла-Нэш. Тут пауки варпа. Еще идут. Это смешно. Но пауки варпа, они хорошие лишь в дальнем бою, а я в рукопашку вступаю. То есть, что я говорю. Если ты сражаешься с Эльдаром, ты как бы можешь ходить вот так вот пешком. Потому что у Эльдаров нет как бы ничего такого, что может сбивать с ног ваших Селестианок. Да, у них есть гранаты, но не каждый Эльдар гранаты использует. Если ты сражаешься против тех самых культистов, тех самых осквернителей, то вы сами понимаете, вам БТР обязательны. Вы это еще увидите. Ну, я тут специально не стал использовать БТР, чтобы вам это показать. И тут на меня пошли эти орки, эти рубаки. Вот он говорит. Нижние два респа сестре, вы их как бы отдаете. Он это говорит, потому что они дерутся между собой, потому что отдают вот эти два респа мне. Вот это все, что я вижу. И хоп, тут подбегает армия вот этих вот рубак. Видите, я еще заранее стал ставить вот эти турели, потому что я догадывался, что сейчас на меня прибежит армия орков. Потому что уже время как бы идет 18 минута. К этому времени у орков вот эти рубаки, они идут уже бесплатные. И один экзорцист, пускай стоит у меня на базе, будет отстреливать подход бесплатных орков. Вот этот вот отряд селестьянок, который дерется в рукопашку, он очень хорошо разбирается с этими орками. Я же все вот эти вот невидимые здания Эльдар буду разносить. Хаосу все равно, спрашивает комиссар НКВД. А что хаосу-то? Хаос тут сам отбивается от орков. Хаоса, как вы видите, разносят. Да я тут с сестрой и хаосом, говорит Кхарн. Орк как бы сражается и с хаосом, и со мной. То есть он в две стороны посылает своих невидимых бойзов. То есть он по этой линии посылает, и вот со сквернителями. Я бы, кстати, сквернителей поставил лучше вот сюда и отсюда стрелял. Здесь я таки думал, что где-то тут стоит последнее здание у Эльдар. Вот эти самые врата, которые все невидимым скрывают последний отряд. Это пауки варпа. А эти точечки я уже как бы захватил. Теперь это все принадлежит мне. Давайте посмотрим, что там у наших противников. Вот у него облитераторы, которые постоянно разносятся вот этими бомберами, орчими. В принципе, у Хаоса очень фиговая ситуация, скажем так. Его бомбят вот эти орки. Лемон-расы его бомбят. То есть ему тяжело подойти вот сюда. Я говорю, лучше бы тут стояли осквернители. Все как бы, видите, да? С Эльдаром покончено. Он делает адские когти. Адский коготь очень полезный в этой ситуации истребитель. Он может сделать несколько адских когтей и просто подлететь вот сюда, вот это все разнести. Он пытается осквернителями разнести вот эту толпу, но зря он это делает. Он все неправильно делает. Ему облитераторы нужны как раз вот здесь. А вот эти осквернители понадобились бы вот тут. Вот здесь вот. То у орка. У орка очень много ресурсов. Он делает все возможные улучшения. Армия у него, ну, просто идеальная. Ему еще, сами понимаете, нужны вот эти вот флэшкингитсы или по-другому панторезы. Ну и у меня уже гробница живущего святого стоит. Жертвенники. Кающиеся сестры. Как видите, я пока что просто захватываю точки. Вторую базу свою не строю. У меня пока что еще не очень много ресурсов, чтобы делать вторую базу. И тут подлетают адские когти. То есть он когтями решил пойти в атаку на меня. Комиссар НКВД говорит, додумался, молодец. Ну, он, по сути, пишет это сам себе, потому что вот эти вот... Ну да, может хоть реплей посмотрит. Я-то посмотрю реплей. И видите, он ломает мне вот это вот здание. Реплей посмотрит. Я-то вот как раз смотрю реплей, читаю то, что он пишет. И так получилось, он ломает мне вот это вот здание, гробницу живого святого. Надо было, скорее всего, ставить ее где-то здесь. Но я боялся... Что орки досюда добегут. Потому что я хотел поначалу на хаос напасть. Вот с этой стороны. Я не думал то, что хаос нападет на меня. Вот этими адскими когтями. Но... Все оказалось не так. Все оказалось совсем наоборот. У хаоса четыре осквернителя. По сути, он больше их делать и не собирается. Он подлетает сюда этими адскими когтями. Вот в самый центр. И его самолеты тут же сбиваются фонторезами и вот этими шутобоями. И еще невидимками. У него тут невидимки стоят. Танкобойцы. То есть, я говорю, ему где-то здесь вот нужны были вот эти осквернители. Чтобы отсюда расстреливать орчью базу. Вот с самого начала, как только они у него были созданы. Они у него когда там создались? На 12-й минуте. К 12-й минуте он уже большой урон оркам мог создать. Нанести, точнее. Я уже создаю вторую базу свою. Тут у меня, как видите, делаются другие турели. И вот. Я сейчас покажу вам то, чего делать не надо. У Хаоса очень много осквернителей. Чтобы уничтожить осквернители, вам потребуются БТР. И ты на БТРах просто подъезжаешь и высаживаешься. Потому что, сами понимаете, осквернители как раз созданы для того, чтобы пехота к вам не подошла. У них есть огнемет, который снижает мораль. У них есть пушка, которая разбрасывает пехоту. У меня просто очень много ресурсов. Поэтому я пехоту свою тут не жалею. Потому что, если вы будете просто пехотой, без БТРов подходить, вот смотрите, что у вас будет. Вот видите, да? С одной такой пехотой я бы спокойно справился. Его пехота, ну, сразу же легла. Ничего от нее не осталось. Весь урон мне наносят осквернители. Ну и облитератор. Ну 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 О У И Субтитры делал DimaTorzok По отступающим этим сестрам нанести очень много урона Я тут тоже создал Свою летающую птичку Орки Все продолжают по мне идти Но мы с легкостью Всех этих рубак убиваем У меня во первых тут есть два отряда этих кающихся сестер Тут еще еретик Стоит Но вообще вся катка закончилась на том, что Орк просто ливнул Ему это надоело По сути Орк Выигрывал Хаосита А я бы просто выиграл Орка Потому что его Вот эти вот рубаки Все вот эти вот его Спертые Лемонрасы и тому подобное Они бы там уже Мне Особого урона не смогли Нанести Даже Самолеты Я бы засадил Своих девушек В БТР И Подъехал ими К его пехоте Которую бы потом Уничтожил У меня очень много веры Вот он пишет Короче я так заколебался сидеть Сейчас он просто Ливнет Будем считать что я победил Потому что Зеленый лучший И Комиссар как бы тоже Ливает Давайте посмотрим сколько Ресурсов У него У него видите Ресурсов совсем нет У меня ресурсов много Потому что у меня много точек Ну и я тут Решил немного поддаться Видите Я Нападаю на него с двух сторон Маленькими группками Я мог бы конечно Напасть на него С одной стороны Всей своей армией А не разделять ее Принц-демон Получает очень Очень много урона Очень много людей Тут У него Высадились эти демоны Завод кошмаров На мою базу Но Сами понимаете Они Против Селестьянок Никто Исповедник у меня тут Сжигает эти Сквернители Сквернители Одержимые Против Этих Кающихся Сестер Тоже Не особо Сильные Ну и в рукопашку Кошмары Тоже не такие сильные Продолжение следует... И тут мы своими пилами начинаем пилить этот осквернитель Продолжение следует... Вот все Ну в общем вы запомнили Как делать не надо То есть если вы допустим сражаетесь Против хаоса Который использует Артиллерию Смело Используйте БТР Чтобы Подъехать к нему в упор Закидать его гранатами Немного отъехать Снова сесть в БТР И... Уже Обстреливать Мельтопушками И мультимельтой Ладно, сейчас будет Следующая битва Где я буду С союзником Который играть Вообще Не умеет Играем мы на Морталисе Я играю за Некронов Тут тоже есть еще другие Некроны За них играет Памп Это была очень веселая такая битва Потому что Можно сказать У всех Был нормальный союзник А я В принципе Играл один Ну Вы это сейчас Все сами увидите Давайте Поставим на паузу В общем Это мой противник Ариман Он игрок нормальный Роб Его союзник За хаос играет Ариман Играет За Космодесант Вот Играю я Некрон Это Другой Некрон Памп Его союзник Сучка Играет за Имперскую гвардию И мой союзник Трофим Ртут Тоже играет За космодесант Ну Сейчас Вы все Увидите И поймете Поехали Давайте За моим Союзником Лучше наблюдать Тааааак Тааак Что мы видим Мы видим Три генератора Три генератора Казарма Нет Я ничего Плохого Не хочу сказать Но меня это Сразу же Напрягло Это очень Подозрительно Когда Игрок Начинает Строить Два генератора В начале игры Правда? Правда Ты начинаешь Думать Хм Два генератора Он что Сразу же Хочет выйти В следующий Тир? Возможно Но когда он Начинает Строить Три генератора Ты начинаешь Думать Ну все Приехали Ладно Если Игрок Играет За Некронов Такое Количество Генераторов Ему Простительно Ладно Если он Играет За Эльдаров Такое Количество Генераторов Ему Тоже Простительно Потому что Эльдары Они Сразу же Могут Выйти В следующий Тир И допустим Игрок Очень хорошо Играет Но Если Игрок Играет За Космодесант То Блин Нахрена ему Столько Генераторов У него же Вообще Нету Влияния Ну вот Спрашивается Зачем ему был Третий Генератор Если Он Больше Никого Не может Построить Ну да Он построил Отряд Космодесанта Он Намасил Отряд Космодесантников И что дальше Что Насчет Меня Я уже Создал Отряд Войнов Некронов На всякий Пожарный Ко мне Кто-то Мог Подбежать Второй Отряд Создал У меня Уже Создается Лорд Некронов Еще Один Отряд Скоробеев Эти Обелиски Я тут Как бы Построил Ну просто Вдруг Мои Противники Какие-нибудь Тауситы Или Не Тау Космодесант Космодесант Использует Штурмовиков Подлетят Сюда И Попытаются Перехватить Эти точки Поэтому Я сразу же Их Застроил Ну Вы поняли Почему я Сказал Тау Потому что Их первые Юниты Это XV-15 Здесь Игроки Куда-то Побежали В атаку Сразу же Нападают На Некронов Но тут Стоит Турель Сучки Тут Тоже У них Стоит Турель Сучка Использует Очень много Турелей И Большое Количество Гвардии В этой Миссии Точнее В этой игре Я вам тоже Покажу Как Играть за Некронов Не надо Но это в конце Уже будет Когда мы Будем Воевать Сучка Настолько Верит В своего Тех Тожелельца Что Ведет Его В атаку Храбрые Имперские Гвардейцы Побежали В атаку На космодесант Я на всякий Пожарный Построил Эту Турельку Ну просто Вдруг На меня Тут тоже Кто-нибудь В атаку Пойдет У меня Как видите Есть Два отряда Воинов Некронов Но я их Масить не стал Чтобы Не тратить Ресурсики У меня Уже Система Пробуждения Готова Здесь Делаются Дополнительные Генераторы Здесь Делается Еще одна Гауссовая Турель Опять же Говорю Вдруг На меня Штурмовики Прыгнут Вдруг Кто-то Ко мне Вот сюда Забежит А Эта Турелька Доставать Не будет Я вижу Что Эта Точка Захвачена Поэтому Повел Скоробеев Сюда И я Вижу Что Тут Стоит Стационарный Болтер Типичный Гвардеец Строит Свои Улучшенные Болтеры Улучшенные Потому что Они Самые Хорошие Самые Сильные Будут Посильнее Чем У Космодесанта У Эльдар Мой Союзник У него Очень много Ресурсов Он их Никуда Не тратит Хотя Нет Он их Тратит О да Он их Тратит Очень Сильно Тратит Вы посмотрите Что он делает Он построил До хрена Турелей А что делает Мой Противник О да Он их Тоже Тратит На турели Ну Понятно Готов Спрашивает Ариман Давайте Переключимся На меня Нет Вот эти Это двое Ариман И Роб Они то игроки Нормальные Я говорю Они там уже Переходят в следующий Тир Они тут уже Армию себе Делают У него Как видите Уже Улучшения Улучшения Всякие делаются Вон там Улучшения На хп Сделал На атаку Я спрашиваю Нафига тебе столько Турелей Турелей Турели У него Ломаются Турели Сносятся Вот этим Имперский Гвардеец Он уже Вышел Во второй Тир И Делают Улучшения На ракетные Турели Уже Создается Тяжеловооруженный Взвод Я Выхожу Во второй Тир Тоже Улучшаю Свои Турели Делаю Улучшения На Войнах Некрона Решил Отойти Подальше Потому что Идет Восьмая Минута К восьмой Минуте Армии У игроков Обычно Уже Есть У меня Как видите Армии Пока что Нет Ну как Сказать Нету Я просто Делаю Бесплатных НВшек Войнов Некронов То есть Бесплатных Мой Союзник Терпит Удары По лицу От Имперского Гвардейца Имперский Гвардейец Он в принципе Точно Такой же Ну как сказать Точно Такой же Он все таки Получше Играет Потому что Он уже Успел Выйти Во второй Тир У него Тут уже Тяжело Вооруженный Взвод Блин Помоги Просит он Меня То есть Я ему еще И помочь Должен Он только Сейчас Выходит Во второй Тир У него У него У него У него Три Три Генератора Один Отряд Вот этих Космодесантников Его Скауты Где-то Уже Погибли А где Они погибли Не знаю А вот Они Тут у него Погибли Видите Смотрим Готовит Пошел Уничтожать Турели Я решил Вот Встать Где-то Вот тут Посередине Карты Ну то есть Между Своей базой И между Базой Союзников Чтобы Далеко Отсюда Не уходить И Как бы Близко Слишком Не подходить Потому что На всякий Пожарный На меня Могли напасть Вот эти Вот двое Вижу Куда-то Пошел Вот этот Вот И Хоба 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 Крабик Ко мне Подходит Я такой Ни хрена себе Вот Значит Что я Вкачал Смотрите На карту Смотрите На карту Что тут Происходит Краб-то Пошел Ко мне На базу Видите Да Краб-то Идет Мою базу Мочить И я Одну Турельку Ему Тут Ранил В общем Урон Какой-то Нанес И пошел Защищать Свою базу Так Значит Я пошел Защищать И Шифт Шифтер Использую Я вижу То что Эти ребята Подготовились Знатно Серых рыцарей Своих Выводят Космодесант Хаоса Высаживается Памп Такой Говорит Ты вообще Ок Подождите Это он Ему Почему Да норм Я не знаю Почему он Ему Сказал Это А он Уже В третий Тир Вошел Он Видимо Готовится Использовать Тяжелую Технику Но они Тут Между С собой Пока что Общаются На меня Нападает Огромная Армия Тут Техника И пехоты Дофига Я понимаю То что Сейчас Меня Будут Мочить Пехота Моего Союзника Тоже Терпит Поражение Мощное Поражение Ну Сейчас Тут Высадится Пехота А нет Пехота Уже Как бы Высадилась Я Своими Ребятами Тут Отстреливаюсь И Уничтожитель У меня Уже Готов Тут Еще Ракеты По мне Стреляют В общем Мне Немного Тяжело Второй Уничтожитель Готов Я Далеко Уничтожителем Не ухожу Вот Это Все Что я Вижу Я Вижу Так Герой Конечно же У меня Погиб Он Слишком Много Урона Впитывать В себя Не может Несмотря На то Что у Меня Был Шифтер Несмотря На то Что у Меня Была Засветка Слишком Еще Использовать баги. Вот он наконец-то пошел. Скоробейчики у меня чинят уничтожителя. Вот эти вот этого чинят. Эти этого. Воскрешается лорд Некрон. Лорд Хаоса. Только воскресился, уже половина ХП снята. У меня уничтожаются генераторы. Я понял то, что мне надо строить базу в другом месте. И я решил построить монолит вот здесь. Вот у меня улетают скоробейчики. Скоробейчик последний живой. Полумертвый скоробейчик. Он доходит до вражеской базы. И начинает строить там. Видите, да. Полумертвый, раненый. Все-таки дожил и начинает возводить постройку здесь. Моя армия бессмертных. Два отряда. Они выживают. Их не убивают. И они начинают отбивать мою базу. У меня сняли реликтовую точку. Союзник все-таки помогает мне. Отбивать. Мою базу. И теперь я уже. Начинаю хоть как-то. Хотя бы как-то. Отбиваться. Какое-то количество генераторов. Мне. Все-таки это. Уничтожили. Начинаю их заново возводить. Дред почини. Я еще до того, как он это написал, стал его чинить. Как видите, здесь армия наших противников. Она очень сильная. Очень сильная. У них и дредноуты. И невидимые хаоситы. Идет шестнадцатая минута. Эти двое. Эти двое. У них уже есть. Лемон русы. Бейн блейд. Другой некрон. У него. Есть только. Могильный паук. Могильный паук. Один отряд бессмертных. Тоже какие-то. Вкачанные способности лорда некронов. И в принципе все. Ничего такого. Ценного. Больше. У этого некрона и нету. В отличии от меня. У меня уже большое количество уничтожителей было. Переход. В Т4. Т4. Я тоже перехожу. В другой там. Тэч. Потому что понимаю, что у противников, как видите. Терминаторы. Облитераторы. И если я сейчас. Не перейду. То. Меня могут просто. Уничтожить. То есть. Т3. Мне сейчас. Очень-очень. Важен. Пока что. Поставил героя вот сюда. Он у меня тут. ХП свое восстанавливает. Хоть и медленно. Создан. Могильный паук. Я его, если что, создал вот в этом монолите. И здесь еще плазменные генераторы создаю. Могильный паук тут тоже очень нужен был. Они. Смотрите, что сделали. Они своих облитераторов сюда телепортировали. Но это зря. Да, они, конечно, мне турель уничтожили. Но точно так же просто потеряли свой отряд. Отряд облитераторов. Ну, почти потеряли. А, нет. Все-таки они его слили. Видите, да? Он погиб. В общем, отряд облитераторов, сами понимаете, намного дороже, чем какая-то турель. В общем, я тут восстанавливаю все эти тела. Так, их тут еще очень много у меня лежит. Вот почему эти могильные пауки очень важны. Здесь же я построил энергетический контур. Потому что где-то здесь его могли уничтожить. Насчет этого могильного паука. Я как раз хотел сказать. Вот так вот играть не надо. Это позже чуть-чуть вам покажу. Когда у вас в конце игры будет очень-очень много ресурсов, то есть энергии. Давайте пока что поставим на паузу. Это когда я уже нападал на противника. У вас очень-очень много энергии. И вы, допустим, покупаете свежевателей, которые там стоят как бы не то чтобы дорого, но все равно они стоят какое-то количество энергии. Вы эту энергию тратите. Но вместо этого вы лучше используете могильного паука, который этих свежевателей производит бесплатно из полудохлых, ну как бы дохлых точнее, тел. Потом просто загружаете этих свежевателей в монолит. Так будет лучше. Что делает мой противник? Мой противник долбит моего союзника, который напал на имперского гвардейца. Создав какое-то количество космодесантников, он решил на имперского гвардейца как бы пойти в атаку. Но у имперского гвардейца уже огромное количество танков. Бейнблейд, тут Лемонрусы, Василиски. И все эти космодесантники просто разлетелись. К чертям собачьим разлетелись. Также имперские гвардейцы зачем-то побежали на меня. И я их расстрелял. Гол одного. Они тут еще между собой сражаются. Могильный паук дерется с савчищем крови. Мой союзник полудохлый. Единственная от него польза сейчас, это то, что он хотя бы как-то перекрывает мой второй монолит и энергетический контур. Бейнблейд, походу, тут не может выехать. Влияние дай, пишет мне союзник. Это меня вообще убило. Я же все-таки играю за некронов, а он пишет Дай влияние. Дай влияние. Ха. Мне от этого стало очень смешно. Ну, от этой просьбы я окончательно понял, что союзник точно играть не умеет. Ну, я такой подумал, ладно. Раз уж он играть не умеет, то я схитлю. Использую бак. Вот мой живой монолит. С помощью этого монолита я решил этого космодесантника замочить. Ну, в принципе, не только космодесантника. Здесь решил построить какое-то количество турелей. На всякие пожарные, если противники еще раз подумают ко мне заехать. Оборона у имперской гвардии, конечно же, была хорошая. Драться с ними было очень тяжело. Тут еще по мне вихрь стреляет. Я вижу, тут к союзнику заезжает Бэйн Блэйд. Я понимаю, надо как-то поскорее с имперской гвардией оттягаться. Но в то же время в меня стреляет вихрь. Это самый вихрь надо ломать. То есть надо быстрее космодесант уничтожать. Может гол, пишет Аримон. Живой монолит как бы тоже есть. Вот что делает мой союзник. Он выезжает прямо-таки на этот Бэйн Блэйд. Подставляется под ракеты. Я пока что уничтожаю все возможные здания, до которых достаю. Блэйд 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 Блэйд. И тут решил делать тяжелые уничтожители. Ну, союзнику как бы помощь-то нужна. На меня пошли серые рыцари и космодесанты. Ой-ой-ой. Мне пишут, помоги, бля. Но тут мне как бы самому помощь нужна. Вы видели, на меня хотели скинуть орбитальную бомбардировку. Вот этот вот герой хотел. Но не получилось, потому что отлетел. Хоп, терминаторы. И еще терминаторы. Я тут строю еще один свой монолит. Все. Армия космодесанта уничтожена. Тут идет на меня, а учащий крови. Алиман говорит, в пизду тебе. И я нападаю на него. У меня очень-очень много. Теперь не крончиков. Тут тем более еще тела, которые потом можно будет воскресить. В любой момент, если что, я могу вернуться к своему союзнику. С помощью телепортации. Не при... На него, на сушку, у него бленд. Пишет мне что-то... Союзник. Идет армия одержимых. И также едет живой монолит. Так. Я вижу, что тут на моего союзника нападает кое-кто. Со своими танчиками. А я хоп, возвращаюсь. Это очень сильно пугает моего противника. А я хоп, возвращаюсь. Я решил сделать улучшения на главные здания. Которые... Улучшают... И увеличивают главные... ХП... У героя. Ну и не только у героя. Практически у всех войск. Они здесь так еще проехали. Все мои... Уничтожители. Вот так вот. Чтоб они им ракеты постреляли. Нех сушка выйти клинок. Сучка, точнее. Он имеет ввиду, не мешай мне выйти. Через плечо, говорю, хватит прессовать. Но тут странно, он решил сразу по-русски писать. До этого он как-то не по-русски писал. Она... Что это за人? Нет. Убийцы. Так. Да. Я уже вам шоу. И вы бытись. Она подорвает. И я его сомневаюсь. Убийцы. 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 Я не думаю. Убийцы. 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 Там огрины куда-то пошли в атаку На этого И здесь еще эти На сушку он выйти не дает Этот просит меня напасть вот на этого имперского гвардейца Потому что он не дает ему выйти Я тут телепортируюсь И начинаю использовать сущность несущего ночь Который с легкостью уничтожает любого Я тут подумал, что можно использовать вот этих вот свежевателей Было бы неплохо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня тут уже предел войск идет Сука, дай выйти, плиз По нему тут все стреляют и стреляют Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну в общем потом некоторым игрокам тоже надоело Это долгое противостояние И они ливнули В пизду такие игры Да Все, один ливает Давайте чуть-чуть ускоримся Тут некроны нападают сразу же на этого Что делаю я Я сразу же Иду спасать своего союзника И тут высаживаю кучу этих свежевателей Субтитры сделал DimaTorzok Это тоже почему-то я исключился из игры Все Ливнули Кроме моего союзника и вот этого игрота Субтитры сделал DimaTorzok Интересно Как там дела у союзника моего У него ресурсов очень много А что бы союзник ливнул Спрашивает он Да вот тоже интересно Как видите у меня пока что Немного ресурсов Всего лишь 1600 С таким количеством ресурсов Не надо делать Огромное количество свежевателей Свежеватели все-таки Дорогое развлечение Лучше делать Бесплатных Войнов некронов Но поскольку я и так Схитрил Вот с этим живым Монолитом Я решил делать Только-только Свежевателей Стоять 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 Продолжение следует... Ну и в принципе по этой же причине я вот этот вот монолит не улучшаю. Вот так вот в принципе делать не надо. Еще во время боя лучше нанять огромное количество пауков. И пускай когда проводится бой, эти пауки всех этих мертвых свежевателей оживляют. Ну и не обязательно свежевателей, воинов-некронов. И тут же во время боя создают либо НВ-шек, либо бессмертных. Бессмертных. Вообще все быстрее бы закончилось, если бы я бессмертных делал. То видите как у меня ресурсы быстро закончились. Продолжение следует... И у него уже бейн-блейд готов. Продолжение следует... 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 А тут ассасин у него Дай точки, говорит он Ну так забирай Надо было раньше забирать Дай точки, говорит он Дай точки, говорит он И моя сущность несущего ночи Всех уничтожает Вот если честно, я не знаю Стоит ли его считать Как половина союзника Или даже меньше Ну вот здесь вот в конце игры Вот когда Он остался уже один Я тоже конечно играл Не в полную силу Потому что бессмертных В принципе не создавал А то можно было просто Создать кучу бессмертных Высадиться сюда Сломать ему главное здание Сломать ему вот эти вот Штабы все механизированных войск И все, считайте Это уже конец был бы для него Он бы просто не смог потом Производить Все свои танки Вот я тут уже улучшил Эти главные здания У моего героя ХП 4050 Ну я тут Просто уже Потом Такой думаю Надеюсь союзник Справится сам по себе А он пишет Помоги Я такой Боже мой Типа Даже сейчас Не может На 50-е минуте Практически Я пишу В чем Типа Чем тебе помочь-то У тебя есть Лендрейдер У тебя есть хищники Чем помочь-то Че я еще должен сделать У тебя Сколько там ресурсов У этого Энергии нету Но я так думал У него уже ничего не осталось В принципе Он все свои ресурсы Должен был потратить У него потому что Видите красные генераторы У этого как бы тоже Красные конечно Генераторы Но он Войска то не тратил Никуда Они у него стояли Просто на базе Но я Еще один живой монолит Решил потратить Ну то есть Создать еще один живой монолит Раз уж он Попросил меня Он у меня тут Кстати затоял Я его вывести Никак не мог Поэтому Телепортировал Этими я сходил Вот сюда Посмотрел Есть ли тут у него база Но базы у него не было Ладно энергия Закончилась Пишет он У меня видите Энергии тоже нет Повторяю Энергия То есть Все мои ресурсы Кончились Только лишь потому Что я постоянно Тратил Ее вот на Этих Свежевателей Если вы будете Делать точно так же То есть Если у вас допустим Будет где-то Две тысячи Энергии Там Тысяча пятьсот Или Три тысячи Вы очень Быстро Потратите Свою энергию На тех самых Свежевателей Лучше играйте По другому Создавайте Свежевателей С помощью Воскрешения А не Клепайте их Либо Свежевателей Вообще не делайте Ну делайте Только немного В небольшом Количестве Лучше Лучше делайте Бессмертных Телепортируйте Монолит Телепортируйте К нему Бессмертных Уничтожайте Самые важные Здания Противника Самую важную Технику Типа Лемон русы Либо Лемон русы Захватывайте С помощью Вот этих вот Лордов Уничтожителей Это очень Хорошая Тактика Вот это Вот это Вот тогда Точно будет Победа Создаете Сущность Несущего Ночь Например Ломаете Главное Здание Им Создаете Монолит С помощью Монолита Телепортируйте Сделайте Кучу Бессмертных Уничтожаете Главное Здание Уничтожаете Другие Здания Все ГГ И никакой Союзник Вам не нужен С имперской Гвардией Конечно Будет Тяжеловато С хаосом Будет Намного Легче С имперской Гвардией Конечно Хорошо То что У них Танки Хорошие Которые Можно Захватить Тяжело Еще С теми Расами Которые В ближний Бой Вступают Такие Как Темные Эльдары Еще Космодесант У которых Там Могут Бридноут Или Те же Терминаторы Серые Рыцари С терминаторами Тяжело То что Они Очень Быстро Могут Ваш Живой Монолит Вывести Либо Вместо Сущности Несущего Ночь Другой Монолит Используйте Ложный Монолит Монолит Играл Играл Ну что Мои 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 Игроки В Давно Far So Storm Надеюсь Вы Запомнили Как Лучше Всего Не Играть То есть Если Если У вас Какие Нибудь Такие Противники Которые Используют Артиллерию Обязательно Делайте БТР Обязательно И Второе Если У вас Не очень Много Ресурсов В конце Игры То Не делайте Такое Огромное Количество Вот Этих Вот Юнитов Имеется Ввиду То что Даже Если Вы Их Сделали То Вам Обязательно Нужен Хотя Б Один Этот Паук Потому Что Смотрите Сколько Трупов Либо Паук Либо Сфера Воскрешения Чтобы Во время Боя Всех Этих Бойцов Поднять И Они Снова Встали Потому Что Тогда Все Эти Ресурсы Они Дважды Окупятся Которые Вы Потратите Ладно В общем На этом Я с вами Прощаюсь Мы Еще Увидимся Бойцы Но Скорее Всего Следующий Ролик По Вархаммеру Он Будет Не Соу Шторм Скорее Всего Он Будет Давно Вар 2 Прохождение Компании Просто Давненько Не Было Этого Ролика А Пока Что На Этом Я С Вами Прощаюсь С Вами Был Ляр До Скорых Встреч Всем Пока Ролика